Улица Гаевского, дом 11. Место встречи многих поколений видновчан. Именно в этом трехэтажном многоквартирном доме, построенном в 1957 году, проживал почетный гражданин Ленинского района, герой социалистического труда Павел Федорович Гаевский. Многих ветеранов нашего завода, нашего города в лицо, лично знал. Это люди, которые вместе с отцом делали вот эти славные дела, строили наш город, строили завод, поднимали завод. Но грустно то, что уходят эти люди. Первый директор московского коксогазового завода Павел Гаевский приложил немало усилий для процветания работников предприятия и их семей. Под его руководством Витное превратился из временного поселка в неповторимый город-сад. Знаменитая теперь на весь мир мотобольная команда «Металлург» появилась тоже благодаря его усилиям. Встречаюсь со школьниками, и когда начинаешь говорить, к сожалению, беда вот эта. Многие в школе даже не знают, кто такой Гаевский. Вот это беда, конечно, у нас. Поэтому молодежь, помните об этом. В день памяти легендарного директора у дома, где он жил, собрались члены его семьи, ветераны завода, ученики 11 класса средней школы номер один и ребята из оборонно-спортивного клуба «Ратник». Для того, чтобы вспомнить человека, благодаря которому любимый город знают во всей России. Предложение проводить почаще экскурсии, уроки родного края, экскурсии в историко-культурный центр. Там действительно очень богатая информация про то, как все начиналось. После митинга участники памятного события возложили красные гвоздики о мемориальной доске и почтили память знаменитого земляка. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.